Программу партии Нур-Отан по противодействию коррупции обсуждали в Западно-Казахстанской области. Ее цели расписаны на ближайшие 10 лет. Основные из них – продвигать идеологический бренд «Страна без коррупции. Процветающая страна», выстраивать обратную связь партии с населением, бизнес-сообществом и собирать предложения от трудовых коллективов. По словам первого зампреда Общественного антикоррупционного совета Оралбая Абдикаримова, в программе необходимо отразить ответственность руководителей госорганов за коррупцию среди подчиненных. Как и любой другой стороне, это сфера закупок, жилищно-коммунального хозяйства. Если бытовым планом взять, это сфера просвещения, здравоохранения и так далее. И, конечно, много подвержены, как показывают статические данные, это у нас государственные органы. В том числе, вот такие, как правоохранительные органы. На сегодняшний день новые вызовы, мы приняли новую доктрину по партии. Есть главный документ страны, это стратегия 2050. И, соответственно, мы должны были принять в свое время, в нужное время, такой важный документ. Почему? Потому что те старые документы уже не отвечают на наши сегодняшние требования.